здравствуйте дорогие телезрители сегодня покажем как вскрывать блок еды c16 в данном случае я подготовил паяльную станцию отверточку уже ставил как видите без нагрева герметика она не отойдет то есть обязательно нужно нагревать вот подготовил деревянную такие вот щепки чтобы подсовывать в то место где отойдет крышка и так несколько отверточек на всякий случай хотя дальше вот этой линии герметика где уже плата отвертки подсовывать нельзя потому что можно будет потому что появляется вероятность повредить компоненты сейчас блок будем нагревать прогреваем блок с одного из углов сейчас где-то минуты две надо будет погреть и после этого попробуем отвертки его подбить так вот я вот и сказал бог значит закреплен на фанере чтобы не болтался и вот с одного угла мы прогрели и крышка уже немного отошла подложили вот эту деревяшку чтобы зафиксировать это положение и сейчас идем по контуру дальше то есть немножко передвигаем отвертку например то есть вот где прогрели за отвертку подсовываем так проходим все дальше 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 и будем подкладывать щетки вот пошлись немножко вправо положили деревяшек одна из них сломалась надо ничего страшного когда крышка откроется мы это все туда выгрехли перейдем правую сторону продеваем и также будем отвертками немножко поддевать и откладывать деревяшки то есть вот прогрели как следует угол и уже две щепки туда залезло сейчас будем проходить дальше вправо и дальше продолжать поддевать крышку ну вот следующий угол уже прогрели получается уже влезла отвертка и крышка уже практически начинает ходить ходуном так что осталось совсем немного и крышечка у нас откроется так вот одну сторону я уже практически открыл то есть вот уже 4 щепки подложено вот эту сторону тоже приоткрыл уже тоже четыре три щепки да и сейчас переходим вот к этому углу будем его прогревать и поддевать кстати хотел сказать насчет разъема я вот раньше когда первый раз скрывал блок думал что он сделан из пластмассы и что он расплавится нифига он не из пластмассы сделан он сделан из какого-то типа эбонитового сплава короче горячий и но он не плавится в общем не переживайте за это можете греть прям по контуру нормально температура температура около максимальная 450 этих попугаев вот и поток воздуха на восьмерке то есть около максимальной тоже до конца не довожу на всякий случай что паяльная станция на максимуме не работала чтобы не перегреть не расплавить то есть около максимальная температура сейчас она меня выключилась потому что я одной рукой не могу и снимать и скрывать блок все сейчас буду продолжать так вот мы уже почти открыли крышку уже приближаемся самому последнему углу часа угреем и все уже по сути почти закончили ну все крышечку сняли значит есть такая особенность что плата вот с этой стороны все остыло уже почти плата с этой стороны начинают подниматься когда мы вот с этого угла цепляем поэтому крышку мы поднимаем как бы поднимаем вот с этой стороны начиная с этой стороны и кверху вот так поднимаем чтобы плата не гнулась вот вот так вот такой нюанс есть так ну чё скрываем очередной блок на этот раз мс-3132 от рено логана обычно их перепрошивают не вскрывая даже не снимая с автомобиля но в нашем случае блок с разборки и он не работает без без ключа без ключа зажигания моя задача заявить прошивку с отключенным мобилайзером для этого мне нужно добраться до бутпина потому что так просто его не прошить нету доступа нет к фулу то есть я не могу считать фулу не могу залить какую-то прошивку без ключа зажигания а его у меня просто нет вот такие дела так ну чё реношный континенталерский герметик оказался очень податливый практически жидкий то есть блок открылся очень очень быстро очень легко вот такие вот ниточки герметика очень легко рвутся вот все мы блоки таким герметиком заливали вообще проблем не было так вот 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 Субтитры подогнал «Симон»